Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях главный врач клинической больницы номер 123 Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБ России Евгений Михайлович Островский. Здравствуйте, Евгений Михайлович! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Клиническая больница номер 123 – это лечебное учреждение с большой историей. Какие изменения произошли за последние годы? Клиническая больница 123, вы абсолютно правы, с большой историей. Изменения, которые произошли в последние два года, они радикальные, они столь инновационные, что я некоторое время уделю для их освещения. В конце 2016 года было принято решение о слиянии Научно-следовательского института физико-химической медицины и клинической больницы 123, в результате чего образовался Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБ России Федерального медико-биологического агентства. Этот центр теперь включает научное подразделение, это Институт физико-химической медицины, и клиническое подразделение, это наша клиническая больница 123. Слияние двух мощных научного и клинического подразделений привело к тому, что сейчас в этом центре проводится программа персонализированной медицины. Что это такое? Это использование различных методик лечения с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента. Это разработка программ, которые направлены на выявление на ранней стадии изменений в организме, которые не приобрели еще клинических очертаний, нет симптомов заболеваний. И, соответственно, разработка программ на предотвращение развития этих изменений. А это в совокупности самым радикальным образом меняет парадигму лечения. Научно-клинический центр оснащен самым современным оборудованием и аппаратурой. Компьютерные томографы, МРТ-томограф. Это оснащенность наших клинических и диагностических подразделений современными аппаратами, такими как капсульная неинвазивная видеоскопия. Оборудование самое современное, самых ведущих производителей, как зарубежных, так и российских. И это позволяет оказывать диагностическую и лечебную помощь на самом современном уровне. А вот все-таки насколько все это доступно для обычных жителей Одинцовского района, для обычных пациентов? Наше учреждение оказывает помощь по системе ОМС. Это обязательно медицинское страхование. Любой житель, имея на руках паспорт и полис обязательного медицинского страхования, может прийти в наше учреждение и получить весь спектр услуг по диагностике и по лечению. Сейчас делается основной упор на выявление заболеваний, даже не то, что на ранних стадиях, а только лишь предпосылок к этим заболеваниям. То есть получается, симптомов нет, в принципе, человека ничего не беспокоит. Вот что должно послужить тогда толчком для того, чтобы он пришел к вам? И как часто это нужно делать? Для того, чтобы человек пришел к нам, нужно... То есть ему должно быть просто интересно состояние своего организма? Совершенно верно. Я думаю, что основной тренд нынешнего состояния в обществе и в медицине, он основан на том, чтобы каждый человек позаботился о себе сам. Задолго до того, как у него что-то появится или проявится. Вопросы диспансеризации, профилактики, они должны быть в сознании любого человека от мала до велика к таким краеугольным камням его мышления, чтобы он мог достойно, спокойно, без отвлечений на какие-то сложности, которые возникают в результате выявленных каких-то нарушений, трудиться, зарабатывать деньги, содержать свои семьи и продвигаться по карьерной лестнице. Потому что мы должны... Не выпадать надолго из социума. Совершенно верно. Из активной жизни. Абсолютно с вами согласен. Именно залог того, что раннее обращение, я еще раз повторюсь, диспансеризация, какие-то профилактические осмотры, они будут залогом или даже гарантией того, что данный индивидуум будет лишен проблем в будущем. Вы бы порекомендовали сколько раз в год проходить полную диагностику организму? Или, может быть, раз в год это слишком часто? Может быть, раз в два года? Это очень вариабельно. Вообще, один осмотр раз в год, он вполне достаточен. Он включает в себя не очень сложные процедуры, касающиеся исследований общего анализа крови и таких диагностических процедур, как флюорография. А такие процедуры, как колоноскопия, ее достаточно делать раз в 3-5 лет. Поэтому, но это и тоже делается не каждому. Основная проблема тут не то чтобы проблема, а пожелание. Вот эти исследования, особенно мы знаем, что резкий рост таких заболеваний социальных, как сахарный диабет. И вот контроль сахара, вы пришли, определили этот уровень, он у вас нормальный, и вы абсолютно спокойно можете в ближайший год, полтора-два трудиться, не отвлекаясь на эти проблемы. Но, с другой стороны, если есть отклонение от нормы, то вам незамедлительно окажут помощь, назначат тактику лечения, выберут тактику лечения, и это уже будет не запущенный процесс, а все-таки, ну вот где-то пойманный на самой ранней стадии. Опять же, течение заболевания будет совершенно иным. Совершенно верно. Вы понимаете, не нужно многие бояться обратиться к врачу в той связи, что это приведет к выявлению чего-то. И не надо бояться этого. Ничего страшного не будет в том, даже если у вас выявили какой-то уровень того или иного показателя крови, превышающего допустимую норму. Это повод для того, чтобы вам своевременно назначить тот метод лечения, чтобы привести в норму этот показатель, и чтобы ваши органы и системы не страдали больше от этих изменений, и чтобы вы дальше себя чувствовали комфортно, и качество в вашей жизни не снижалось. Какой профиль у вашего лечебного учреждения, на чём вы специализируетесь на данный момент? Наш стационар является многопрофильным. В составе нашей клинической больницы 123 имеются такие клинические подразделения хирургического профиля, это общихирургическое отделение, это центр гнойной хирургии, это отделение травматологии, это отделение гинекологии и урологии. Также имеются клинические отделения терапевтического характера, это отделение неврологии, это отделение терапии и отделение кардиологии. В каждом из этих подразделений имеются очень опытные, в высочайшей квалификации специалисты, которые в состоянии оказать помощь пациентам на самом современном уровне. Если необходимо, я могу дать краткую характеристику каждому подразделению и тем методам, которые они владеют и какую помощь они оказывают. Это будет интересно нашим телезрителям узнать такую информацию и более подробно поднимать, что представляет из себя клиническая больница 123 на данный момент. Я это делаю с удовольствием, потому что жители нашего района должны знать, что рядом с их местом проживания имеется медицинская структура, которая в состоянии решить самые сложные проблемы медицинского плана. Значит, хирургическое отделение – это стационар на 40 коек, в котором проводится лечение любой патологии желудочно-кишечного тракта с использованием новейших инновационных методов. Это включающие в себя лапароскопические операции на желудочно-кишечном тракте, на желудке, на толстой кишке, на удаление желчного пузыря, аппендицита. Я вам должен сказать, что последние три года у нас операции по поводу острого аппендицита открытым способом не проводятся в принципе. Делается два прокола, и из них удаляется червеобразный отросток изменённый. Но должен вас проинформировать, что уже целый год, как у нас в клинике, внедрён совершенно новый способ лечения заболеваний щитовидной железы, заболевание, с которой резко выросло. Так вот, сейчас наши специалисты, это в первую очередь профессор Косович, применяют технологию эндоскопического удаления изменённых тканей щитовидной железы. Это значит, что сейчас, после его операции, пациенты не имеют обезображивающих рубцов в области шеи, что актуально, особенно для женской половины нашего общества. Для лечения грыж различных используются современные сеточные материалы. В Центре гнойной хирургии у нас проводятся самые различные операции по ликвидации различных воспалительных, гнойно-некротических поражений на конечностях, различных частях тела. Также используются современные аппараты для ликвидации этих состояний. Но я должен сказать, что нам доступна сейчас технология по определению антибиотикорезистентности микроорганизмов к различным видам антибиотиков. То есть, это тест, который мы можем определить эту резистентность в течение четырёх часов. Этой технологией владеют единицы. В Одинцовском районе эта технология доступна пока только нам. Антибиотикорезистентность – это очень большая проблема. Если кто следит за этим, мы должны вам сказать, что актуальность такова, что, вы помните, в прошлом году, в сентябре, в Китае состоялось совещание «Двадцатки». Так вот, одним из повестки этого совещания, лидеров двадцати ведущих мировых держав, было обсуждение этой проблемы и были намечены меры по минимизации этих проблем. Ведь бесконтрольный приём антибиотиков привёл к тому, что сейчас в арсенале врачей практически не остаётся средств для борьбы с инфекциями. И когда наступает тяжёлое осложнение, и у врачей нет средств для борьбы с этим недугом, то это очень тяжело. И эта проблема не только какая-то нашей страны, это проблема общемировая. Я должен сказать, что в нашей стране накал её более меньший, чем в странах Запада. В странах Запада эта проблема ещё более рельефная. И даже с их достижениями в медицине, в технологиях медицинских, острота этой проблемы там не уменьшена, а наоборот, приобретает ещё большую, так сказать, значимость. В отделении урологии самое современное оборудование, которое есть, это также эндоскопические стойки, различные уритера и нефроскопы. И в сентябре планируется установка литотриптера, самого современного фирмы Олимпус, для лечения больных с мочекаменной болезнью. В отделении гинекологии, это отделение у нас работает, также в системе оказывает высокотехнологическую медицинскую помощь. Это при стрессовых недержаниях мочи у женщин, естественно, и при выпадении тазовых органов этого контингента. В отделении травматологии у нас выполняются операции, также по квотам высокотехнологической медицинской помощи. Операции связаны с эндопротезированием как коленных, так и тазобедренных суставов. Ликвидация деформации стоп. Я рассказал про некоторые наши хирургические, так сказать, возможности, но у нас не меньше возможностей имеется и в других отделениях. Например, в отделении неврологии у нас внедрена технология лечения ботулинистическим токсином типа А. Это препарат, который используется при лечении очень тяжёлых неврологических состояний. Это постинсультные и посттравматические спастические поражения ног и рук. Это пищный спазм. Это блефороспазм. Это спастическая кривошея. Это последствия ДЦП детского церебрального паралича, который приводит к симптоматике примерно той, о которой я уже озвучил. Это мигрень. Это делается один или несколько уколов этого токсина. Причём проводит это лечение, это один из немногих сертифицированных специалистов по использованию этой технологии. Это заведующий отделением, кандидат медицинских наук, Мазилина Оксана Николаевна. И я должен сказать, что в последнее время поток этих больных, узная, что именно такой специалист есть с этими проблемами, у нас образовалась даже некоторая очередь на лечение этих больных, что очень приятно с точки зрения того, что больные поверили и доктору, и возможностям, и мы с удовольствием оказываем им помощь. У нас имеется также уникальный аппарат для лечения болевых ощущений. Это так называемая ударная волновая терапия с использованием инновационного аппарата Оптимус. боли, которые очень досаждают пациентам, и снижают трудоспособность. Это пяточная шпора, боль в колене, в бёдрах, боль в плечах, в локтевых суставах. Использование нескольких сеансов, буквально 2-3, причём это не инвазивный метод, приводит к таким поразительным эффектам, что больные с удовольствием приходят на последующие сеансы, если возникают какие-то ощущения в других частях тела. Поэтому мы с удовольствием рады принять всех, кто страдает, к сожалению, данным не тугом, и обещаем, что мы, несомненно, поможем в этой ситуации. Одним из последних достижений, связанных с проблемами в лечении, заболеваний желудочно-кишечного тракта, а заболевания, это, может быть, наши телезрители знают, это болезнь крона, это язвенный колит, это синдром раздражённой кишки, это синдром так называемой малиабсворции, когда нарушена всасываемость желудочно-кишечном тракте. Что приводит к этим заболеваниям? К этим заболеваниям приводит нарушение баланса кишечной микрофлоры. В следствии разных причин. А причины какие могут быть? Это приём бесконтрольный антибактериальных средств, это курение и алкоголь, это химия и лучевая терапия, это поступление в организм в результате не очень качественной экологии различных вредных веществ. И это приводит к различным симптомам, таким как или диарея, то есть учащённый стул, или наоборот запоры, это болевые ощущения в области живота, желудочно-кишечного тракта. И пациенты длительное время лечатся у разных специалистов, но с таким, я бы сказал, временным эффектом, который не приносит особого удовлетворения. И сейчас в нашей больнице доступен такой инновационный метод бактериотерапии, связанный с использованием микробиоты, то есть это пересадка нормальной, здоровой и разнообразной по своему составу микрофлоры от здорового человека к больному. В результате происходит вытеснение патогенной микрофлоры из кишечника человека и нормализация микробного циноза у людей, которые страдали этими тяжёлыми недугами. Эффект, я бы должен сказать, весьма поразительный и зримый. И вот этот метод, он сейчас приобретает особую, не то чтобы популярность, а ввиду своего выраженного эффекта востребованность. И многие пациенты, которые годами лечатся с использованием дорогостоящих препаратов и не получая, я несколько повторяюсь, но тем не менее хочу акцентировать на этом внимание, внимание, использование данной методики, оно позволяет состояние человека привести практически к норме. И те симптомы, которые были у него до использования этого метода лечения, они отходят на второй план или практически исчезают. Если говорить об онкологических заболеваниях, есть ли эта служба у вас, планируется ли её развитие, готовы ли вы принять таких пациентов, можете ли вы оказать им помощь? Эти возможности в нашем клиническом центре есть. У нас есть и квоты для оказания высокоспециализированной, высокотехнологичной медицинской помощи этой категории пациентов. И плюс я должен тут сказать, что мы, но это уже научное наше подразделение нашего центра, оно занимается созданием вакцины нового поколения при заболеваниях толстой кишки, так называемом колоректальном раке. Эти исследования, они выходят на финишную прямую. Но это, правда, лабораторно. Можно уже говорить прямо о прорыве? Можно говорить о прорыве, да. Можно говорить о прорыве, причём определённо. Предстоит ещё, естественно, некоторое время для клинической апробации, клинических исследований этого препарата. Но он создан, он, ещё раз говорю, до конца года будут завершены эти мероприятия по его созданию. И будут начаты клинические исследования. И в ближайшие годы, я думаю, что, ну, это ещё год-полтора, наверное, мы получим препарат, который поможет, причём значительно для тех пациентов, у кого данная проблема имеет место. Это всё российские разработки? Это российские разработки, это инновационные разработки. Они не имеют клинических аналогов в мире, я должен вам сказать. И они находятся под неустанным контролем нашего генерального директора. И при его непосредственном участии, и залогом этого будет то, что этот препарат будет создан, и он будет высокоэффективен. В этой связи я должен вам сказать, что у нас начато строительство на территории нашей клинической больницы, нового центра для тканевой инженерии, где будут создаваться ткани для замещения, это особенно касается сетчатки глаза, которая позволит использование этих тканей, позволит избежать многих тяжёлых операций на глазном дне у человека. Использую несколько инъекций этого препарата. То же самое в этом центре будут созданы, они уже теоретически проработаны, запущено, когда будет оборудование, это осталось ждать недолго, это где-то 6-8 месяцев, ткани для восстановления хрящей суставов и для восстановления кожных покровов на конечности. Это у пациентов с различными обширными ранами, что весьма является актуальной и до конца нерешённой проблемой вообще в хирургии или в медицине в целом, не только в нашей стране, но и в мире. Поэтому применение этих технологий, оно позволит нам стать, я бы сказал, не только вровень с ведущими медицинскими учреждениями, я уже говорю, Запада, потому что технологий пока у нас в стране нет. Но и быть, несомненно, лидером в лечении этих заболеваний у нас в стране. И самое главное, что все эти новшества, они в первую очередь доступны для жителей нашего района, нашей территории, Подмосковья. Абсолютно верно. В первую очередь это будет доступно именно для жителей нашего города, нашего района, нашей области. Мы и работаем на... Хоть мы являемся по ведомственной принадлежности федеральным научно-клиническим центром, но лечение жителей того района, того города и той области, на территории, в которой мы находимся, является для нас приоритетом. И мы продуктивно взаимодействуем и с руководством города, с руководством района, и с руководством области. Я должен сказать, что вот из тех новаций, которые планируются в использовании, у нас есть и уже частично пока, но в ближайшее время мы доведем этот процесс до конца, это использование общемировой тенденции наличия диагностических центров у кровати больного. Что это значит? Больной госпитализируется на, так называемые, прикроватные тесты, больной госпитализируется, помещается в палату, и ему не надо никуда бегать. Создана так называемая микрофлюидная лаборатория, включающая в себя определенный чип, и у больного берется на исследование капля крови, и она помещается в созданный специальный портативный высокочувствительный ридер для определения различных параметров. Это делается сразу в течение нескольких минут, и мы можем видеть в течение вот этого непродолжительного времени те изменения или отсутствие этих изменений у данного пациента. На что сейчас у многих уходят дни, это блуждание по различным лабораториям, потом нужно ждать, пока придут результаты, за ними сходить, взять и так далее, и так далее. Это все будет делаться вот примерно в таком режиме и в такой технологической последовательности. Спасибо, Евгений Михайлович, за интересную беседу. Спасибо, вам приглашайте еще. Обязательно. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok